Далхат Мурадинович, Артур Халисович, здравствуйте. Накануне вы вернулись из Индии, поездка была знаковая, как для вас, так и для нашей республики. Пожалуйста, расскажите о ней, что это было за мероприятие. Альбина, большое спасибо за приглашение, за интересный вопрос. Это была такая очень интересная, важная и первая в своем роде поездка и для нас, но и где-то для 60 российских вузов. В Индии, в столице Индии, в Нью-Дели прошло два масштабных мероприятия, организованных с российской стороны Россотрудничеством и партнерами с индийской стороны, а также российским посольством в Индии. Первое мероприятие это был российско-индийский саммит на достаточно высоком уровне, где, как я уже сказал, было около 60 российских вузов на уровне ректоров, проректоров, начальников управлений. Также там были заместители министра здравоохранения Российской Федерации, заместители министра образования Российской Федерации, представители Россотрудничества. И идея, насколько я помню, этого мероприятия была как раз Россотрудничество, и это было такое первое очень важное мероприятие в этом направлении. А второе мероприятие, которое было как бы связано с первым, это выставка российского образования в Индии, поскольку основная задача этих мероприятий была в том, чтобы показать возможности получения высшего образования в Российской Федерации, продвинуть интересы российских вузов и России в целом в этой области. И поэтому вот второе образование, это была выставка российских вузов, где мы тоже принимали участие. Был очень такой большой интерес к нам, ну и не только к нам, но и к нам тоже, и в первый, и второй день. Ну, так в порядке, не знаю, такого юмора, что могу отметить, что мои визитки закончились уже в первый день, и на второй день мне пришлось там выкручиваться. Выкручиваться, да. Да-да-да, действительно, индусы оказались на удивление активными, открытыми, очень деловыми, поэтому мы как бы предварительно завязали очень много разных контактов. Ну, рабочая часть длилась всего три дня. Первый день это был вот этот форум, саммит образовательный, второй день это выставка, и третий день нас возили по индийским вузам, которые могли быть потенциальными партнерами нашими. Вот такие были три дня. А в общей сложности сколько человек принял участие? Ну, сказать сложно, но я думаю, полторы, может быть, две даже сотни, потому что было около 60 вузов, от каждого вуза было по два, по три, по четыре человека, поэтому было масштабное мероприятие. Чем вы объясняете заинтересованность Индии в нашей стране? Ну, во-первых, это, конечно, не относится именно к нашей сфере, к сфере высшего образования, но вот там я для себя отметил интересную вещь. Все индусы, как один, говорили, что Россия является таким стабильным партнером, стабильным другом Индии, который всегда стоял на стороне Индии, начиная с первых дней их независимости, и они это очень ценят. Поэтому Индия и индийцы к нам относятся очень хорошо. Но, как я уже говорил, инициатива проведения этого мероприятия была с российской стороны, Россотрудничество. Это наше ведомство, которое занимается продвижением России за рубежом в сфере науки, образования, культуры и так далее. Это была идея как бы наша. Но индусы это поддержали, и действительно, вот их активность, которую они там проявили, она вот многое говорит сама за себя. И еще что интересно, мы там для себя отметили, что, ведь, по сути, это о чем идет речь? О привлечении студентов. Ну и для справки я вам скажу, у нас в Академии учится порядка 450 студентов из Индии, что достаточно много, не только по нашим меркам, да, относительно небольшого вуза, но даже большие вузы, коллеги, которые, когда мы с ними делились, общались, они очень сильно удивлялись, и даже просили поделиться секретом, как нам удалось вот так вот активно привлекать студентов из Индии. Так вот, обычно мы привлекаем этих студентов через агентов, через посредников. Это могут быть российские или индийские какие-то компании, которые занимаются, значит, профориентационной работой, скажем так, в наших интересах. И вот мы там обнаружили, что вот то, как мы здесь относимся к индусам, как мы здесь с ними работаем, да, и не только в плане образования учебного процесса, но и вообще в организациях это и так далее, это очень быстро уходится там. Артур Халисович, как вы считаете, какую оценку вам дали индусы по организации работы с иностранными студентами? Наша академия всегда в приоритете перед выбором, куда поехать поступать, потому что у нас, во-первых, это высококвалифицированные специалисты, которые разговаривают на английском языке. Первое время у нас на английском языке преподаются уже к четвертому курсу, это на русский переходит, на русский язык. И я, сколько там мы с Долхатом Уродиновичем общались, люди, во-первых, которые там присутствовали, это такие серьезные люди, которые говорили, что в вашей академии нас все устраивает, потому что вплоть от погодных условий в республике у них практически одинаковые. То есть, ну, желание большое есть у людей учиться у нас. И определенные, в общем, поставленные задачи нам и руководством академии, и вот с Долхатом Уродиновичем мы достигли, чтобы когда в этой поездке, я имею в виду. А по моей части у меня всегда, как-то, ну, вот, 450 человек, как Долхат Мурдинович сказал, всегда у нас проблем нету с их бытом, с обучением, ну, все в порядке получается. А скажите, пожалуйста, что бы вы еще включили в организацию работу с иностранными студентами, вот пообщавшись, обнявшись опытом? Ну, у нас сейчас, наверное, основная задача, это, чтобы прирост был студентов иностранных в нашей академии, потому что у нас условия, я же говорю, все позволяет тому, чтобы большое количество... А сколько человек готов принять наш вуз? На сегодняшний день мы еще готовы, наверное, приумножить на 100 человек. Ну, где-то так, у нас больших, как бы, возможностей сейчас нет, по наращиванию контингента студентов из Индии, это упирается в общежитие в первую очередь. Но вот прямо сейчас Руслан Махарович, он в Москве и в министерстве прорабатывает вопрос, возможно, о том, чтобы возвести дополнительные площади и общежития, и в кампусе медицинском. И если нам удастся это сделать, то, конечно, мы можем нарастить серьезнее. Но, кстати, вот в продолжении вашего вопроса могу сказать, что, например, один такой аспект нашей работы, которому мы здесь особо даже не придавали ему большого значения, но вот там оказалось, что это было очень важно для индусов. Как-то так сложилось, что вот с первых дней работы с индусами, после обсуждения всех вот нюансов, это было достаточно давно уже, это в 2012-м прошлое еще году это было, вот, есть не раньше, кстати. Вот, и, ну вот, и когда тогда обсуждалось, как выстраивать учебный процесс, было принято решение, несмотря на нехватку преподавателей тогда, с нашей стороны, да, тем не менее преподавать на английском языке. Это было сделано по просьбе самих вот индусов и посредников, поскольку они объяснили, что индусы потом возвращаются к себе, и вот по их законам, да, они должны потом сдавать специальный экзамен на английском языке. И поэтому учиться здесь на русском, а потом приезжать домой и учить всю эту терминологию опять на английском языке, это, конечно, не подарок. И вот у нас было принято решение, несмотря на определенные проблемы с нашей стороны, да, и сложности, тем не менее их преодолевать и учить на английском языке. Так вот там, прямо с трибуны индусы объявили, что вот, наконец-то, российские университеты поняли, что нужно преподавать на английском языке, поскольку это уже как некая установка на сегодняшний день такая общая, вообще стороновая у нас, да. Но у нас такое решение было принято с самого начала. Плюс, например, то, что, ну, поэтому у нас республика маленькая, и вуз небольшой на самом деле, да, и в этом есть, может быть, определенные минусы, но и плюсы, которые заключаются в том, что у нас такая более уютная атмосфера, да, вот, и Артур Халисович, например, занимается специальными бытовыми вопросами индусов и вообще вопросами их проживания, а большим вузом этим не занимается. Индия совсем иная страна. Скажите, пожалуйста, чем она вас удивила, впечатлила или же, наоборот, разочаровала? Для меня, знаете, у меня была небольшая опаска, если честно, потому что у меня, ну, уже не по вот этой, скажем так, линии, да, связанной с индусами, а по моей лично профессиональной, научной сфере интересов, несколько раз была возможность или даже необходимость на конференцию там съездить. Я каждый раз старался это делать как-то дистанционно, знаете, после ковида такие возможности появились, поскольку все, кого я знал, все, кто ездили в Индию, ну, большинство, по крайней мере, возвращались с каким-то там кишечным инфекциям, поэтому у меня была такая некая настороженность, да, ну, и плюс восточная сторона и так далее. Вот, но на удивление, ну, если, конечно, следовать таким простым каким-то советам, связанным с гигиеной, да, никаких проблем не было, все там было чисто приятно, мне это очень понравилось, люди мне очень понравились, они открыты, чем-то похожи на нас, кавказцев, такой непосредственностью, да, и даже при этом, что интересно, у них, ну, конечно, Индия очень расслоенная страна по доходам, у них есть очень богатые, очень бедные, есть бездомные, которых на улице видно, даже в Нью-Дель, хотя это столица, но и тем не менее, все они улыбаются, все они в таком позитивном настроении, и вот это дорого стоит. Я даже себя ловил на мысли, что интересно, если они, как бы, вслед за китайцами разовьют там промышленность и так далее, экономику, да, не станут ли они там крепостными своих фабрик и заводов и не потеряют вот тот позитивный настрой, который у них есть. Поэтому меня страна впечатлила в таком, в положительном смысле. Я, можно сказать, лёгко на подъём, есть такое выражение, я Далхата Мурадиновича, но, знаете, у нас есть такое, наверное, было проще общаться, потому что Далхат Мурадинович долгое время прожил за рубежом, преподавал, то есть профессиональная деятельность у него была. А это Есенин Секрет? Я в Вене провёл 8 лет. Да, и, то есть языком у нас проблем не было, я тоже жил в Америке, и как бы мы с Далхатом Мурадиновичем выходили и сами, знаете, проходили, смотрели их достопримечательности, общались с людьми, то есть живое общение. В результате поездки в Индию, скажите, пожалуйста, что вам удалось? Найти новых партнёров или же заключить договор, а может быть, не один? Была первая поездка такого рода, да, у нас, как бы, немножко было, конечно, всё в тумане, и мы для себя, и ректор нас, когда напутствовал, да, мы для себя, как бы, ну, ориентируемся на то, чтобы, ну, найти, может быть, ещё одного партнёра, нового для набора студентов, ну, и, может быть, найти университет-партнёр, с которым можно было бы наладить отношения уже в сфере науки, там, академических обменов и так далее, вот, и эти наши планы, как бы, удалось выполнить без проблем, мы нашли, скажем так, как минимум двоих реальных партнёров, причём крупных, которые, ну, кстати, сразу скажу, что оказалось, что те партнёры, с которыми мы на сегодняшней работаем, да, они, как раз, одни из основных, одни из ведущих, поэтому в этом плане мы тоже убедились, что у нас, как бы, была ставка сделана правильно, скажем так, в плане партнёрства, но вот там мы нашли вот двух новых партнёров, по университетам у нас там было выявлено порядка трёх, может быть, четырёх университетов, с которыми, в принципе, можно обсуждать и нам, и им интересно, как бы, какое-то сотрудничество уже в сфере высшего образования и науки, вот с ним мы сейчас тоже работаем, готовим договора и находимся в процессе, скажем так, обсуждения нашего с ними сотрудничества. Там, например, выяснилось, ну, к вопросу о том, вот что мы там для себя оттуда вынесли, да, там выяснилось, например, что для них принципиально важен экзамен, он называется FMG, такой индийский экзамен для тех студентов, которые за рубежом получают медицинское именно образование, вот о котором я говорил, они должны по возвращению в Индию его сдавать, и они очень внимательно мониторят выпускники каких-то вузов, как его сдают. И вот могу, кстати, поделиться такой, ну, хорошей для нас очень новостью, что наша Академия, несмотря на то, что мы на фоне, скажем, таких медицинских университетов российских с большой историей, да, мы очень недавно и в медицину вошли, а уж тем более в работа с иностранцами, тем не менее наши показатели выше, причём существенно выше среднего по России. Далхат Мурадинович, Артур Халисович, интересная беседа. Желаю, чтобы работа, направленная в развитии экспорта российского образования, в дальнейшем только увеличилась, была качественной, как Артур Халисович заметил. И желаю вам новых договоров, которые принесут для нашей республики успех. Спасибо. И вам спасибо. Продолжение следует...